Привет, друзья! Мы, Андрей и Оля, решили отправиться в увлекательное путешествие на автодоме вокруг света из нашей родной Беларуси. Мы уже проехали Прибалтику, Скандинавию и страны Бенилюкс, а затем отправили наш автодом на корабле в Южную Америку. В настоящее время мы находимся в Аргентине и планируем продолжить наше путешествие до Аляски. Присоединяйтесь к нам, смотрите наши приключения и путешествуйте вместе с нами, подписавшись на наш канал. Ребята, как вам такой знак? Мы находимся на родине Пумы. Сейчас мы что-нибудь найдем, может быть. Видите, надо обучиться, как работать с Пумой. Мы заехали на перевал. Высота чуть более 3000. Вдоль дороги Кресты. Температура за бортом плюс 13. А напротив нас видна гора Аконкаго, откуда мы и возвращаемся. Спустились сначала до 2000, но теперь незаметно добрали снова 3. Это потому, что я решил выбрать альтернативную дорогу до Ментозы. Теперь пытаемся по ней проехать. Ее длина более 80 километров. И она проходит по горным хребтам. Очень извилистая, но трудность в том, что она очень каменистая. Острые камни сильно затрудняют движение. К тому же узкая и две машины не везде могут разменуться. Думаю, что на спуск мы потратим часа 2-3 минимум. Сейчас запустим дрон и увидим все сверху. Панорама просто завораживает. Потеряли дрон. Идем искать. Андрей нашел дрон. Вот где мы ехали. И вот там он врезался, упал. Доехали до места, где живут кондоры. В небе насчитали 9 штук. По виду это еще молодые кондоры. И родители их обучают. Потому что летают и садятся парно. Очень интересно наблюдать за этим процессом. Как оказалось, эта дорога была одна из самых красивых у нас на пути. Но ехать по ней надо не сверху вниз, а наоборот наверх. И доехать только до середины. А потом развернуться и обратно. Так как верхний участок дороги сложный и не так интересен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пробыли трое суток в горах. Сейчас возвращаемся в Мендозу и остановились в поле кактусов. Смотрите, как они шикарно цветут. Сразу ехали, говорю, смотри, что это, розы какие-то, розы в поле, а это кактусы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай быстро, быстро ко мне. Неси, давай, давай, давай. Футболист такой. Давай быстро. Доброе утро, друзья. Сегодня мы ночевали на такой замечательной винодельне. Хозяин, хозяин бельгийц. И у него такое хозяйство, виноградники. Небольшой такой гостевой дом с несколькими апартментами. И мы встали там в конце еще. У него паркинг есть для кемперов. Вот. Мы там переночевали. Но можно было пользоваться всеми удобствами. Кухня, ресторан. Бассейн даже есть. Но мы не стали купаться. Здесь у него виноградники. Вот. Он делает сам вино. Оливки там дальше растут. Очень приятное место. Заночевали здесь. Сейчас поем дальше. У нас случилось вчера три беды. Большие и маленькие. Самое неприятное то, что у нас оторвался солярный модуль. Панель на крыше. Так оторвалось, что мы даже не заметили, когда это случилось. Только такой шум слышно было. Непонятный. А потом, когда приехали, случайно обнаружил, что электричество не поступает на зарядку аккумулятора. И глянул наверх. А панели нет. Причем оторвалось так чисто, что не задело автобусы. Не поцарапало ничего. Вот. Пойдем сейчас искать новую. Нам дали адрес местного магазина, который помогает кемперам в их нелегкой жизни. Заедем и мы туда. Посмотрим, как там. Может быть, найдем нашу такую же панель, чтобы нам заменили. Вот. Что еще у нас произошло? Следующее у нас попал камень. Стекло. Неприятная розочка появилась с моей стороны. Ну, пока она небольшая. В принципе, будем наблюдать за ней, как она растет или нет. Вот. Потому что стекло, конечно, я думаю, здесь будет напряжно менять. Следующее, что случилось у нас вчера, это мы чуть не потеряли дрон. Эта неприятность у нас как бы без последствий закончилась. Потому что я лазил на гору и нашел его. Вот. И он был целый и может летать дальше. Значит, здесь он выращивает чистый мольбек у него. Вот виноград уже начинает набирать цвет. Как вы видите, можно даже попробовать. Он даже сладкий. Ольга, виноград сладкий можно есть. Налетай. Вот. Олин, друг тут. С нами вчера полдня играл. Все, мы сейчас уезжаем по делам. Поедем на рынок, в город. Здесь, кстати, растет айва. У них очень много айвы. Они делают из него варенье, джем, мармелад. Вот это все. Айва. Очень много птиц с утра кричали. Как я сказал, хозяин бельгийцев. Увлеченный тоже кемпер. У него останавливается очень много. И часто таких же путешественников, как мы. Вот. Очень популярный, потому что отзывов прямо целая большая страница. Сейчас у него только мы были и голландцы. И в апартаментах много гостей. Они сейчас уже частично разъехались. Ну все. До встречи, друзья. Мы поехали. Мы заехали в Мендозу. Поставили в центре города на платный паркинг машину. И пошли гулять. Наш первый план зайти в Вестерн Юниорный. Попробуй поменять деньги. Потом пройтись по городу. Ну, на все про все у нас 2-3 часа мы планируем. Нам тут вроде бы нравится пока. Поменялись всего 200 долларов. Получилась вот такая большая пачка. На мороженку Оли, надеюсь, хватит. Забежали на местный оптовый рынок. Цены очень порадовали. Взяли два мешка овощей и фруктов. Сегодня у нас редкостный день. На улице дождик. Это бывает крайне редко. Но мы этому очень рады, потому что стало не так жарко. Оля приготовил небольшой обед. Такой дивный салат. С вяленными и свежими помидорками. Сыром. Оливковым маслом. Салатик. Перчик. И вот такой вот кусочек быстро зажаренной говядины. Из-за того, что мы потеряли солнечную батарею, мы сейчас пытаемся восстановить, починить, да, что там у нас. Работу бустера. Бустер, да. Он у нас сломался до того. Но мы как бы могли без него ехать. Но теперь нет солнечной батареи. И нам нужно хотя бы, чтобы это работало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ничего не понимаем, что нам говорят Мы только можем предположить, что она сказала И мы услышали слово ночью, ночи И услышали слово камбио, меняется Что-то ночью здесь меняется Ну мы не поняли что Сейчас пойдем спрашивать, может быть поймем Она сказала, что парк выглядит интереснее всего В серебряном свете полной луны Место, где отдыхает луна Так звучит на индейском из Чагуаласту Из-за необычайной красоты парка при свете полной луны Ребята, как вы видите, дорога просто класс Такая экспедиционная Мы отстали от основной группы Специально поехали последними Чтобы спокойно все это заснять Местность здесь настолько не похожа на привычные земные пейзажи Что именно тут организовались первые испытания марсоходов НАСА Визитной карточкой из Чагуаласту Считаются уникальные каменные фигуры Благодаря которым пейзажи очень напоминают фантастические лунные ландшафты Посмотрите, какая конфигурация находится сзади Мне кажется, что она очень похожа на египетского сфинкса А вот мы подъехали к самому интересному месту этого парка Парк скрывает в себе настоящую загадку Рассказать которую до сих пор не могут даже лучшие ученые Речь идет о месте, которое называется площадка кегельных шаров Этим шарам уже несколько миллионов лет Их диаметр в среднем 50-70 см Со временем шары трескаются и разваливаются Однако на месте старых каким-то загадочным образом Вновь появляются новые Есть теория, что шары образуются в глубине Постепенно обрастают породой и поднимаются на поверхность То есть как бы земля их выталкивает Небольшие камешки с течением времени покрываются все новыми слоями И увеличиваются в размерах Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая фигура этого парка Субмарина Эта каменная фигура напоминает Подводную лодку Отсюда также открывается великолепный вид на весь парк Возраст лунной долины 230 миллионов лет Мы подъезжаем к алым утесам Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После трех часов экскурсии мы приехали в музей Ищегуаласту известен тем, что на его территории обитали динозавры Было проведено много раскопок, в результате которых нашли множество скелетов Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотел бы Андрей оказаться в те времена, пожить с динозаврами, погулять. Возвращаемся от динозавров. Все, хотели снять кактусы, где подъехать. Вот они, какие огромные кактусы. Цветут сейчас все метра по 3,5, даже, наверное, по 4 метра. Друзья, сегодня заночевали мы на высоте 2,5 тысячи метров, почти над облаками. Внизу очень жарко было, и мы решили заехать в горы. Здесь было очень клево ночью, всего лишь плюс 16 градусов. Но был сильный ветер, и он так нас качал. Сейчас празднусь и пойдем туда, за горку. Там есть Wi-Fi, и мы подключимся к нему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поделимся опытом нашего двухмесячного путешествия по Аргентине. Расскажем о наших бюджетных расходах, покажем красоту национального парка и познакомим вас с удивительными капибарами. А еще мы покажем вам самый потрясающий водопад на планете.